Водимых участков не менее 25 метров. Кто знаком с городом, с ними проблемами, буквально 6 поездок. Това Николаевича Николаевна Ефименко, Ирина Ивановна. Мы видели поселок строитель, пытаемся сегодня на одном времени систематизировать, подготовить некий проект по дальнейшему развитию и упорядочению той ситуации, которая там есть. Визуально около 20 земельных участков Ежес немедленно расформировать, выставить под индивидуальное жилищное строительство. На сегодняшний день они все захлоплены. Объем мусора там, ну, наверное, если сказать по 10 кубов с участка, я поскромничаю. Некоторые участки есть уже 50 кубов с участка захлоплены. Как раз территория напротив школы. Можете помножить, это сколько, там около 1000 кубов мусора. Все участки, они разные. Что значит, если вдруг окажется существующая территория, тем по индивидуальному жилищному строительству в городе одни из самых низких. Мы это анализировали, об этом уже говорил даже на сессии, на время своего конкурса. Если будет 23 метра, разве нельзя дом разместить? Можно разместить. И мы искусственно оставляем дно, эти прорехи на территории города, которые будут захлеблены. У нас не хватит сил и сразу благоустроить, огородить или сохранить. Они сразу автоматически уже превратились в часть места, несанкционированные и складированные мусора. Я считаю, что границы города не надо ограничивать шириной участок 25 метров. Может быть, и меньше, может быть, и 23, и 24. Я задаю вопрос сам себе и вам. В арсенальной точке это будет. Можно отвечать? Но это оптимальное расстояние. Я еще раз говорю. Я привел пример. Мы готовим вместе с вами. Ирина, почему молчит? Мы с вами объехали только поперек поселок Остреи. Сколько там заполненных участков? 18. Ну что, если 23, так и будет стоять. А если условия позволяют, место надо строить и формировать участок, пусть люди строят жилье. Степно пусть выделяют 25, могут и 35, не менее. Ну, для города и 20 метров нормальное участок. Я считаю, что вот здесь должна быть формировка, рассматривать видео и далее. С особенностями участка. И все. Вот здесь стоят дорожные. Почему-то привязано к 25 метров. Пожарные нормы. Пожарные нормы 3 метра жилой дом от соседнего участка. Вот и все. Вот те ограничения, других нет. 3 метра. 3 метра от участка. Да, от соседнего участка. Жилой дом. Просто строение другое. Гараж или баня. Один метр. Получается, если там метр, там метр. Между 2 метра. Между 2 метра. Да. Ну, здесь, конечно, надо сидеть все. У нас есть норматив. Между зданиями из разных стен материалов. И они никуда не делись. Если деревянные, то это 15 метров между ними. 15. 3 метра от здания до границы участка. Вы зачем людей водите? Заблуждение. Блок такой. Сейчас же материалы разные есть, наверное, не только деревянные. Сейчас, пожалуйста. Да. 25 метров в условиях города, это очень, мягко говоря, опрометчиво. И площади разные, наверное, ну, позвонимых зданий. Давать разрешение на кирпичный дом или на деревянные? Ну, может быть, может быть, это так. В том-то дело, если разные эти сантиметры. Давайте, одумайтесь. Есть же проект. Индивидуально жилое застретится в городе практически парализован. Мы должны создать условия для строительства. Избавиться от дикого количества закламленных земельных участков. Которые можно сформировать и выставить на... Мы должны создать условия, но не сгореть. Но не сгореть все вместе. Это самое главное. Это еще один такой момент. И у нас просто есть опыт. Запад, скорее, западный? Западный? Западный. Ну, сколько уже? Двадцать этого строили? Три этого строили. Так потому что недальновидно вы выделили вообще в этом месте. Дорог нет. Это было, мягко говоря, не умное решение. Вы же знаете, что там девяносто девять процентов... Это многодетный? Многодетный. И девяносто девять все перепроданы. Да. И сейчас вы думаете, что президентство одумает, что не дает это решение? Светлана Валентиновна, а вот я задавал тот вопрос на комиссии, на сессии. Вот существует, ну, конкретно по городу, уже по существующей инфраструктуре, есть ничейные территории. Вот почему-то они... Почему они так образовываются? То есть вот конкретно Арбузово 118, во дворе детский садик. До тротуара дворник, который обслуживает дома, убирает. За тротуаром дальше территория вроде и не детского сада, и ничья. Вот ее никто не обслуживает, по большому счету. Ни метут, ни траву, ни скашивают. И таких территорий, я думаю, вполне достаточно в городе. Потом еще вот улица Труда. Вот у нас либо это газон, либо это стоянка для машин. Вот нам как-то надо вычислить все эти места и определиться уже конкретно. Если это стоянка для машин, тогда закатать это все, или засыпать щебнем, или закатать асфальт. Ну, он вроде бы как числится газон, но там стоят автомобили. Причем и днем, и ночью, и весной. Требования распутиться в сегодняшнее время и газонов не нужно. Я и говорю, что тогда это не газон, тогда это стоянка под машином. Так тогда надо определиться это и соответствующие знаки поставить там, не знаю, благоустроить эти площадки. А не так, что с грязными колесами потом он выезжает на дорогу и разносит всю эту грязь и пыль. Спасибо. Спасибо. Спасибо.